Здравствуйте! Это программа 112. Обзор преступлений и происшествий за неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Серьезная авария с участием маршрутки среди пострадавших. Полуторагодовалый ребенок. Взрыва нет, пострадавший есть. Следователи разбираются в ЧП на одном из заводов Тулы. Сход 24 вагонов с ощебным сталью и дизельным топливом. Дело направлено в суд. Также смотрите в выпуске подборку самых серьезных аварий в Тульской области, снятых на регистратор. Шесть человек получили травмы в аварии с участием маршрутки в Щекинском районе. Один из пострадавших, полуторагодовалый ребенок, был госпитализирован в тяжелом состоянии. ДТП произошло на автодороге Щекина-Липкий-Киреевск. Микроавтобус двигался в сторону Тулы. Девушка на автомобиле ВАЗ-2114 во встречном направлении. По предварительным данным, она не справилась с управлением. Автомобиль занесло и он выехал навстречу. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, отметили в региональном управлении МВД. Водителю легковушки, а также четверым пассажирам микроавтобуса также понадобилась помощь медиков. Пострадавшие были отправлены в больницу. Следователи проводят проверку по факту ЧП на территории асфальтобетонного завода в Туле. Согласно официальным данным, 61-летний мужчина выполнял сварочные работы, оступился из-за искры и упал с высоты 3 метров. Рабочий получил травмы, его забрала скорая. По словам генерального директора предприятия, мужчина получил перелом ребра. По сообщению информационного агентства «Тульские новости», которые ссылаются на собственные источники, на территории завода произошел взрыв емкости с мазутом. Из-за возгорания паров ГСМ сварщик и упал с высоты. Перелом ребра, по данным издания, далеко не единственная травма, которую получил рабочий. Его госпитализировали с подозрением на перелом таза, левого локтя, перелом грудной клетки. Диагностирован также термический ожог лица. По информации корреспондентов ТСН-24, пострадавшим уже получена справка о том, что его травмы квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Дело, вероятно, будет передано из следственного управления в полицию. За сход 24 вагонов под суд отправился рабочий. Напомню, состав сошел с рельсов осенью прошлого года в Воловском районе, на перегоне Малая Андреевка-Турдей. В вагонах перевозили щебень и стали прокат. Также в составе были цистерны с дизельным топливом. Изначально рассматривалось несколько версий, в том числе ошибка машиниста поезда и неисправность путей. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Спустя год следствие завершилось. Обвиняемым по делу проходит оператор дефекта скопной тележки. Рабочий, который следит за состоянием путей. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба. Ущерб, кстати, составил 50 миллионов рублей. И он возмещен. Кем не уточняется. Рабочему грозит до двух лет лишения свободы. Также отмечают в Следственном комитете России двое сотрудников РЖД. После ЧП уволены. Еще два переведены на ниже стоящие должности. Два человека пострадали в аварии на улице Рязанской в Туле. На пересечении магистрали с городским переулком столкнулись Ниссан и ВАЗ-2114. По словам супруга девушки, находившейся за рулем Ниссана, водитель 14-й поворачивала налево со второго ряда на запрещающий сигнал светофора. Ниссан двигался прямо по улице Рязанской на зеленый. В распоряжении нашей редакции оказалась видеозапись регистратора очевидца, которая данные слова опровергает. Ниссан выехал на перекресток на Красный. За рулем иномарки находилась беременная девушка. Травм она не получила, однако ее доставили в родильное отделение для детальной диагностики. Помощь медиков потребовалась водителю отечественного авто. В сети появилась видеозапись еще одной аварии, которая произошла 2 декабря на трассе М4 Дон в Богородицком районе. Там столкнулись три большегруза. На кадрах видно, как фура на высокой скорости ударяет разделительное ограждение. Кабину многотонной машины отрывает. Кузов заносит навстречу, где происходит столкновение с другой фурой. Виновник аварии скончался на месте. По одной из версий мужчина мог заснуть за рулем. Ну а далее в программе подборка самых серьезных ДТП, произошедших в Тульской области и попавших на запись регистратора. Оставляем эти кадры без комментариев. Не лишний, правда, будет сказать. Соблюдайте правила дорожного движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще одно массовое ДТП произошло на автодороге Туланово-Московск в районе населенного пункта Сергеевска. Аварийно опасный участок дорог фигурирует в СМИ едва ли не каждую неделю. По сообщениям очевидцев, ДТП спровоцировал занос автомобиля Пежо. После к французскому авто добавились Opel, Hyundai и ВАЗ-2115. Никто, к счастью, не пострадал. А вот автолюбителям пришлось постоять в довольно внушительной пробке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Миняйлов лидеру движения «Партизанская правда партизан» проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Алексей Миняйлов, а также его супруга Слатана, напомню, были задержаны летом этого года и заключены под стражу по обвинению в разжигании ненависти по половому признаку. Алексей Миняйлов, писатель и автор множества роликов, в которых он рассказывал, в том числе и об отношении к женщинам. Делил их, например, на дев, дорогих и дешевых шлюх. Часть роликов были платными, а на счетах Миняйлов оперативники нашли крупные суммы денег, переводили средства поклонники писателя из десятков регионов страны. Знаете, как писатель, тиражи не больше пяти тысяч. А как вот ролики, так у нас один ролик уже 10 миллионов достиг. В городе Суворов, Тульской области, основатель движения «Партизанская». Правда, партизан собирался строить музей героев, как учителей удачливости. В общине, например, Сашу Чекалина и Зою Космодемьянскую считали шаманами, приносящими удачу. Десятки людей со всей страны приехали на стройку, но узаконена она не была, так что суд наложил запрет на строительные работы. Вскоре в гости к партизанам нагрянули сотрудники ФСБ. И вот на странице группы Миняйловцев в социальной сети выложено очередное письмо лидера движения, в котором он обращается к соратникам. Цитата. «Увы, меня признали вменяемым. Я все-таки надеялся, что меня признают невменяемым, и тогда отстанут от слаты и от вас всех». Конец цитаты. С окамерниками проблем, говорит Миняйлов, у него нет. Более того, в группе «Партизан» опубликованы их отзывы о писателе. Миняйлову дали кличку «Дед», и один из заключенных пишет, что после встречи с дедом у него появились новые ценности в жизни. Молодому человеку 23, статья 228. И в заключении еще одна цитата из письма уже другого заключенного. Он также рассказывает о Миняйлове, который, напомню, обвиняется в разжигании ненависти по половому признаку. Итак, цитата. «По его рассказу, вообще женщину нельзя ставить в командование каких-либо операций. Я понял, что мужчины должны быть передовиками чего-либо и не должны быть подкаблучниками. Мужик должен быть мужиком». Конец цитаты. Данному гражданину 21 год, и он обвиняется в наркоторговле. Дело Миняйлова живет. На сегодня у меня все. Напомню, если вы стали очевидцем чего-то необычного или интересного, звоните мне по телефону 8 915 690 83 38. Ну, а о других преступлениях и происшествиях читайте на нашем сайте. tsn24.ru Будьте внимательны. Удачи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА